Узник фашизма Поженились еще до войны. Жили на Украине. В начале Великой Отечественной его отец Иван Головашов служил во Владимиро-Волынском укрепрайоне. Сколько могли, солдаты отбивались. Защищались бойцы где-то около двух недель в этих дотах. И когда закончились боеприпасы, когда уже нечем было воевать, командируют ребята, разбираемся кто как, добираемся до своих. А свои уже отошли до Киева. Воины попрятались кто в лесах, кто в полях. Скинули форму. И вот папа вернулся в семью. В 1942 году начался массовый вывоз дешевой рабочей силы в Германию. И было вывезено 5 миллионов человек. Так в 1942 году в Германию угнали и родителей Владимира Головашова. В Баден-Бадене мать была ткачихой на фабрике. Отец разнорабочий. В 1944 году в семье родился Володя. Буквально через несколько недель его мать снова заставили работать. Ребенка приходилось оставлять в бараке. В одной из бомбежек было место определено, куда прятаться. Мама не успела взять ребенка, меня, из этого барака. И рванула наверх. Женщины ее тормознули и сказали, погибите оба. Ты уже не поможешь. Семь, двенадцать минут была бомбежка. После этого пол лагеря, пол завода было в руинах, в пожарище. Мама рванула, побежала. Бомба рядом вот за окном рванула. Все стекло внутри барака, на кроватке, которая спала. А я продолжал мирно посапывать. Освободили узников в 1945 году. Отца отправили в фильтрационные лагеря. Проверяли, не предатель ли. А мать с Володей отправились домой. Ехали несколько месяцев в поездах-теплушках. Домой на Украину попали в середине лета. А отец Владимира, Иван Головашов, вернулся только через несколько лет. Владимир Головашов стал военным. Служил в Германии, Чехословакии, Молдавии, на Камчатке. Потом в Афганистане. В 80-х переехал в Тирасполь. В этом году Владимиру Головашову исполнится 80. Он танцует и читает стихи. В том числе и о бузниках фашизма.